Дорогие друзья, я приветствую вас из американской столицы. Сегодня солнечный день, хотя синоптики обещают, что уже после полудня погода резко испортится, тучи нависнут над Вашингтоном. Ну, если говорить о непосредственно атмосферных явлениях, скорее всего, да. А вот если говорить в переносном смысле этого слова, то, конечно, тучи сгустились над Вашингтоном вчера. И это было ощутимо буквально вот в воздухе. Висела эта напряжённость, раздражённость, сомнение, волнение и так далее. Вы понимаете, конечно, что я говорю о том, что случилось вчера в Кабуле, и как это отразилось мгновенно, что происходит всегда на настроении, состоянии, ощущения маленькой американской столицы. Я добавила слово «маленькая» именно потому, что чем меньше столица, тем ощутимее всё происходящее в стране, в мире, на планете, именно в столице. Все ждали и долго, кстати говоря, ждали выхода президента к журналистам, к микрофонам очень долго и уже стали нервничать, уже стали волноваться и уже стали комментировать и продолжают комментировать. Это долгое размышление и непоявление президента перед камерами, перед журналистами. Но сейчас понятно, что лучше бы и не выходил, потому что, когда вышел, его речь выглядела речь жалкого, очень простерянного человека. Он делал длинные паузы, он даже всплакнул, он потом в процессе речи молился и так далее. Всё это Вашингтон официальный расценил как слабость президента, хотя в контексте его речи, безусловно, были какие-то ультимативные обещания «отомстим, накажем, найдём» и так далее. Сегодня, как говорится, полутру проснувшись, уже со всех сторон Вашингтонский бомонд говорит о том, что не справляется, а вот только исполнилось 7 месяцев со дня инаугурации, не справляется. И уже звучат призывы в отставку его, в отставку и так далее, как у Крылова и так далее. Я не знаю в эти минуты, скорее всего, пока я уже в эфире общаюсь с Вами, началась или не началась встреча Байдена с премьер-министром Израиля Натальей Беннетом. Назначена она была на 10.30 вчера. И вчера сначала на полчаса, потом на час откладывалось и откладывалось, что с точки зрения дипломатии не очень красиво, но обстоятельства сложились, будем думать, что это так. Потом отменилось совсем, вернее, перенеслась на сегодня. Кстати, я по пятницам стараюсь отвечать на Ваши вопросы, и на один из них вопрос Майкла, это действительно сложный вопрос, а где останавливается, например, премьер-министр Израиля в Вашингтоне? Вот это очень интересный вопрос Майкла, и поэтому я в контексте этого разговора отвечаю Вам. Насколько мне известно, всего два государственных лидера, это премьер-министр Израиля, как и президент Израиля и президент России, всего два из всех остальных останавливаются не в гостевом доме напротив Белого дома, а в посольстве, вернее, даже не в посольстве, а в резиденции посла, где в резиденции посла России есть просто этаж, всегда готовый принять президента России. И аналогично в резиденции посла Израиля есть отдельный отсек, супероснащённый всеми средствами безопасности и охраны для премьер-министра Израиля. Так что премьер-министр Израиля, не сомневайтесь, тем более, что приехал он без своей очаровательной супруги, пирожной королевы, потому что она суперспециалист по изготовлению пирожных. В этой теме даже Джилл Байден могла бы с ней поговорить на равных. Она тоже очень любит говорить о кулинарных рецептах. Ни одного из своих сыновей, один из которых трогательно назван именем старшего погибшего брата Бенджамина Натанияху и Йони, тоже не прихватил собой. Так что в гордом одиночестве вокруг работников посольства, сопровождающих его представителей охраны и так далее, он в порядке с кондиционером накормленный. Не переживайте, дорогая Элеонора. Так что премьер-министр Израиля ждет встречи. Я надеюсь, что когда мы с вами завершим нашу встречу, и нашу встречу в эфире уже начнется, дай бог, наконец, встреча премьер-министра с президентом Соединенных Штатов. И забегая вперед, могу сказать, что если она уж начнется, то можете не сомневаться. И отведенные для нее поначалу 25 минут, и добавленные потом еще полчаса, все это вместе пройдет успешно, без всяких конфликтов. Тут уж можно не сомневаться. Об этом позаботились заранее. Только бы уже Байден вышел на эту встречу, наконец-то. Ну, а вот теперь я хочу вам рассказать о том, к чему готовится Вашингтон завтра. И это будет очень непростой тоже день испытаний. Нет-нет, не о погоде речь, хотя с погодой тоже не все в порядке. Опять уже готовы все средства, выкачивающие из полуподвальных помещений воду и эвакуирующие из неблагополучных районов хорошие гостиницы, мечтающие всегда об этом жители Вашингтона. А речь идет о том мероприятии, которое будет завтра происходить в Вашингтоне. И это мероприятие посвящено 58-й годовщине марша на Вашингтон. Да, дорогие друзья, 58 лет тому назад состоялся тот знаменитый марш, возглавил который Мартин Лютер Кинг. И на ступеньках, ведущих к мемориалу Линкольна и сегодня, есть та самая надпись, начинавшая речь Мартина Лютера Кинга, «I have a dream». И почти каждый год, ну исключая прошлый год сильного заражения, пандемии. Сегодня, кстати, ситуация с коронавирусом не намного лучше, чем год назад. Но дважды отменить марш в поддержку прав и свобод, оказывается, их еще недостаточно, афроамериканского населения, уж никак нельзя. Поэтому уже заранее объявлены, где будут перекрыты, где наоборот, зеленые коридоры для автобусов, людей с разных концов страны соберутся. Ну а все средства безопасности всегда волнуются о том, что люди будут без маска, которые будут дышать и плевать друг на друга, люди будут в плохом настроении и в страстях могут начаться потасовки, ну плюс еще жара, которая тоже. Так что молитвы, скорые помощи, специально забитые магазины на всякий случай, все это к завтрашнему утру будет в боевой готовности. О последствиях, дай бог, чтобы они были не тяжелыми, я вам расскажу. Пока не объявлено, но уже понятно, что будут приспущены флаги, память о погибших американских солдатах, да и гражданского населения, цифра которых растет буквально час под часу. Чтобы не прощаться с вами на все выходные на грустной ноте, я вам напоминаю о путешествиях, которые, да, состоятся, и описание, и расписание которых на моем сайте. Анна Топоровская, одним словом, топоровский.skv.com.com. И обратите особое внимание на возможность в первом половине ноября пересечь всю страну от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и обратно по двум разным траекториям за 15 дней, или выбрать любую половину. А также уехать за границу куда-нибудь, например, в Египет, в Арабские Эмираты, в Оман, а даже в Шри-Ланка, куда я тоже собираюсь впервые. Так что составьте мне компанию в любом из этих путешествий, и тогда мы не будем ограничены первым временем, и будем говорить и говорить обо всем, включая политику. Хороших вам выходных настроений, с любовью к вам из Вашингтона. Всегда ваша Анна Топоровская.